welcome 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 дорогие друзья с вами виви и как я обещал я сделать хотел для вас сегодня ролик по чемпионам да не простой на каждую линию по три чемпиона побегал я по разным сайтам набрал немножко статистики в основном мы будем пользоваться сайтом u.gg они хоть и не появляются больше моим партнерами или спонсорами но у них действительно все сложено в одну калитку пока вы видите сайт league of graph и можете видеть список чемпионов по винрейту на данный момент и как вы можете вот именно на экране сейчас обратить внимание запоминайте чемпионы которые здесь висят потому что зачастую вот этих же чемпионов я буду вам сейчас предоставлять через другой сайт так как там более все скомпоновано op.gg сайт там мы пользоваться не будем причина простая там только корейский ладдер если мы зайдем вот сюда в все регионы вы увидите как много регионов в том числе и русский присутствует для статистики и пользоваться малой толикой капли можно сказать в этом море статистике будет совершенно неправильно ну что ж приступим сначала три то плейнера первый ту плейнер которого я сразу же обратил свой взор на которого я сразу обратил извините он будет немножко оговорочек но все с первого раза зато записываю с первого дубля так сказать лаура здесь у нас фидонил на ней это ривенка ривенка который в основном играется сейчас только через конквейер добавляет она к себе экономическую либо синюю ветку могу вам показать здесь билды здесь советы идут как раз к экономической ветке но можно и то и то брать главное главное в ривенке не то что у нее нет практически контрпиков потому что те чемпионы который является к ней контрпиком сейчас практически не играется на топе кроме ри никто на забанили его у вас свободная линия главное то что есть такой предмет как спиров все джин и вот он так вот этот предмет делает из нее абсолютного монстра если мы зайдем снова на пробился увидеть что все практические игроки собирают все спиров все джин ну конечно же не все есть люди исключающие возможность его взять например те кто уже проигрывают линию против окалия не вынужден тогда идти в защиту но сам предмет сперва все же он очень сильно ей помогает бустится в 28 процентов игр он собирается и если мы зайдем в отдельно предмет этот как менять будем ее смотреть мы увидим что там чуть ли не 80 процентов винрайт когда надо него добирается рашить его не советую вы скорее всего выиграть линию не сможете с одним лишь этим предметом второй чемпион на топ-лей не это дариус винрайт у него не такой высокий но ребята обратите внимание это винрейт который берется только на про геймеров то есть люди которые играют на более высоком элла если же мы возьмем сюда здесь он еще ниже что это все значит это значит что это чемпион зависит крайне сильно от своей команды чем сильнее у тебя команда тем легче тебе будет себя исполнять в основном чемпион играется без телепорта с гастом и флэшом и вы могли заметить что про геймера дело то же самое в желтой ветке основу и берете конкур резов берете дополнительную ветку почему потому что вам нужен отхил отхил который вы набираете при помощи своих заклинаний ну и тут же конечно же усиление этого отхила ну должно было взять но почему-то здесь демолишер и банкрекер взял человека но с этой стороны если мы посмотрим должно быть отхил тоже нет тоже нет отхила извините это как-то меня сейчас било с толку подождите я же смотрел на тесте что отхил брался отхил берется да вот отхил здесь берется но не так часто 48 и 8 процентов здесь он берется 51 и 3 процента все равно видите чаще берутся ему бон плотинг и демолишер но я вам могу посоветовать братья ревелота лазь таким образом себя самого лечить всем файтах и если у вас команде будет нами либо сона а вы поймете почему набили басона чуть позднее при помощи спирит визажа и вот этой штуки которая почему-то не в советах здесь висит ревелота лазь вы будете практически бессмертным чемпионом но есть у него гигантские минусы это мобильность и из-за отсутствия мобильности ему берут гост и флэш поэтому ему и нужен джанглер почему ему нужен именно чемпион какой не будете на топ-лайн который придет ему помогать потому что телепорта у вас нет игна это у вас нет без этих двух заклинаний вы не можете самостоятельно победить линию второй топ-лейнер я думаю это было ни для кого не секрет это джакс причем джакс что здесь что там будет иметь неплохой винрейт хотя видите чем выше ла мы выбираем тем ниже винрейт его становится но на про геймеров это не распространяется 52 процента он практически в любой ситуации будет хорошим топ-лейнером потому что у него есть аж целых три возможности игровых первая возможность это самостоятельно выигрывать игру где он уничтожает топера и при этом вынуждает еще туда приходить джанглера и их двоих убивает особенно если он попадает в очень хорошую линию где он является королем и как видите у контр пиков к нему практически верну топ-лайнера контр пиков к нему практически нет и ловой какая-то его мучает там квина немножко мучает и все но вот ревенка та самая баните ее и у вас все становится зашибись на этой линии все остальные чемпионы очень редко встречаются если встречается там не профессионал будет на них играть но кто там сиджи то money the team a money единицы игроков также играется он через перед of все джен как вы видите через зеленую ветку он не играется берется экономическое чтобы ботинки у вас появились и тайм варп тоник который вам будет увеличивать от хил через вашу фляжку которую вы берете на первом уровне ну и банально просто ждете когда посевка настакивает с идете волн в пассивка нас такова сидите волн пассивка на Так вот, сидите в лейн, повторяете, пока не закончится игра. Я сказал, что у него есть три возможности. Кроме победы самостоятельно на линии, у него есть возможность проводить ротации на мидлейн, либо с лесником идти убивать лесника оппонентов. Так как у него есть прыжки через стенку, так как у него есть возможность быстро бегать по карте за счет как раз-таки вот этой мобильности. Ну и третий вариант — это чистый сплитпуш. Даже если вы не смогли победить на своей линии, вы можете забить полностью на всю свою команду, на все, что происходит в этой игре, и просто до упора идти пытаться заканчивать игру. В какой-то момент, наверняка, противники вынуждены будут вернуться. Ну и там уже посмотрим, кто кого. Следующий чемпион и следующая уже, как говорится, линия — это лесники. Ну мы идем по порядку, топеры, лесники и так далее. Любопытно, но вот усиление как раз-таки всей этой зеленой ветки в предыдущем патче 9.9, вот она, вы можете даже увидеть 9.8, у винрейта Мому будет пониже на 2%, он получил себе прирост. Но вот что интересно, и это будет касаться именно вас, ребят, на про-сцене он не работает. Все знают, как обузить Амому, как его уничтожать, как не давать этому чемпиону добраться до лейтгейма. 46% винрейт в лесу, общая — общая — 45. Ну а если мы здесь посмотрим с вами 54% винрейт, но даже если я возьму даймонд, он все равно будет сохранять 51.5% винрейт. Если вы не находитесь на хай-эла, Амому — это то, что вам нужно брать. Берите его на русервере, чуть ли не до даймонда 1, берите его на Европе, чуть ли не до даймонда 4, ну, 4 — это сейчас низкая, считается самая низкая, до даймонда 3, давайте так скажу. Ну, на корейском сервере, если кто-то из вас играет в платье, я думаю, вы еще и брать его можете. Главная идея его заключается в том, что у него невероятная тонковость. Вообще всех лесников, которых мы сейчас посмотрим с вами, будет кое-что объединять. Пишите в комментариях, что же их объединяет. Главные конкуренты для него — это и верно, потому что он с ним дуэлиться не может. Там Нуну, потому что у Нуну гораздо больше статус эффектов, чем у Амому. И карту, с которым он не мешает фармиться. Убираете карту, немножко там о кендредке, о хикареме можно позаботиться, потому что они очень много гангов делают. И вы, по сути, становитесь шикарным тимфайтером, который нужен для вашей команды. Пробуйте Амому, у меня не получилось, сразу вам это скажу. Хопа! Следующий чемпион — Вай. Она как раз-таки подняла свой винрейт благодаря тому, что побеждает таких чемпионов, как Амому. И, ну, тут, правда, написано, что это для нее сложные матчапы. Но Нуну и Амому вообще-то для нее должны быть легкими матчапами. Здесь почему-то неправильно нам статистику выдают. Иногда на этом сайте ошибочки выдаются. Просто сам винрейт у Вай, как вы видите, 53%. Но даже вот мы Амому перед этим смотрели. Вай здесь висела у него как сложный матчап. Так вот, что касается Вай. Тоже играется через зеленую ветку. Точно так же зеленая ветка ее усилила. Берется скорость атаки. Вот этот важный пунктик. Вот здесь надо взять скорость атаки. И триумф, чтобы восстанавливать себе здоровье после убийства. Берете также скорость атаки во фэнс ветке. И Trinity Force собирать надо. Надо, ребята, его собирать. Не обязательно рашить. Можно идти через Warrior. Но Trinity Force вам обязательно нужен. Вы не можете играть через Gauntlet и Black Cleaver, как это делает иногда Хикарим. Либо какие-нибудь другие чемпионы, которые игнорируют Trinity Force, а уходят в Black Cleaver. Вам нужна скорость атаки, чтобы прокать вашу пассивку как можно чаще. Ваша пассивка на вашей W была усилена. Этот Denting Blows, он так называется. Выбивание зубов, что ли. Dentist Blow. Dentist Blow, ребят, будет помогать вам быстренько чистить лес. И самое главное, вы можете забирать драконов в огромном количестве. Также у вас, конечно же, есть инициация по одному чемпиону. Если кто сегодня смотрел MSI, вы помните, что творила Y за команду СКТ от Клида. И если кто не смотрел, идите посмотреть, вам стоит матч СКТ, где они играли через Y. Y была там великолепна. И показала, что Y должна делать. Не может, а именно должна делать в каждой игре. Выбирать одну линию и до упора ее уничтожать. На пробил С будет то же самое. Все играли через зеленую ветку. Вторую и желтую. И изредка будет встречаться экономическая ветка. Ну вот Тарзан попробовал. Ничего у него не получилось. Но он тут еще, как видите, и в Блэк Ливер шел. Наверное, поэтому команда Гриффинов и отлетела. Потому что Тарзан не знает новой меты. А, я перескочил. Прошу прощения. А, у меня здесь куда-то делся один чемпион. Прошу прощения, ребят. Может, мы его дальше найдем? Ай-яй-яй-яй. У меня был здесь еще один чемпион. Ладно, я вам сейчас покажу его. Так, вручную. Не без заминок, как говорится, все произошло. После вот этого всего я хотел, конечно же, отметить Рамус. У которого очень высокий показатель всех этих четырех вещей. Тир С плюс у него. Винрейт почти 53%. Очень редко его берут в всего лишь 6% игр. И при этом довольно часто его банят. Но если вам не страшны эти баны, то берите Рамус. Если страшны, то берите Нуну. Ну и к Рамусу возвращаемся. И вы видите, тоже зеленая ветка. Точно такие же руны практически, как и Увай. Только он любит играть через демолишек. Потому что делает примерно такие же вещи, как и Увай. Гангает одного и того же чемпиона. Но вместе с ним пытается как можно быстрее сломать вышку, чтобы получить этого игрока в команду. И дальше начать с ним бегать по карте. Идеально подходит под какого-нибудь Джакс. Под какого-нибудь Рениктона. Двойной таунт. Двойной стан. И ходите, убиваете людей. Максите вы здесь кушку. Потом Ешку. Ну а Билд сам по себе собирается полностью танковый. В отличие от Увай. Здесь Торнмейл Рашет. Райтлус Глори добирается. К этому добирается Дэдман Сплейт. Замедление скорости передвижения. Увеличение своей скорости передвижения. Мир труд, моя жвачка. Рамус всех победил. Ну а теперь вы уже видели спойлер, что будет впереди мидеры. Я все испортил. Ну и эти мидеры. Ребят, начинается с Ари. Только я делаю маленькую ремарку. Это неправильный билд за Ари. И сейчас вы поймете, что я имею в виду. Сам вот этот сайт up.gg работает по такой структуре. Он показывает общий винрейт чемпиона. Он показывает самые популярные руны. Но они не привязаны к этому винрейту. И вот в этом его ошибка. Поэтому нам нужно будет с вами определиться, какие же руны лучше. Чем выше мы берем элла, видим, что все хорошо. Но руны, казалось бы, электрокьют, ну все же круто. Но если мы зайдем на сайт ProBuilds, то мы увидим, что в винрейтаре всего лишь 48%. Ну по медлейну не особо поменяется, те же самые 48%. Что же здесь не так? Почему разница почти в 5% между чемпионами? Я уже навел мышку вам и показываю в чем. В том, что здесь в основном люди играют через электрокьют на топе. Ну на топе имеется ввиду рейтинга. Вот эти вот ProGamer. И это является ошибкой. На самом же деле надо играть, возвращаемся к рунам, через Glacial Shroud. Glacial Augment. Это ледяные наросты. И ледяные наросты, как видите, меньше имеют популярности, нежели электрокьют. Если мы возьмем элла повыше, останется примерно такая же тенденция. 61% на 34%. По винрейту все равно чуть-чуть они будут выше. Но вот что интересно, то что электрокьют вас сильно ограничивает. Вы становитесь только ассасином. Вы не можете ничего другого делать, кроме как убивать свою линию. Бегать по карте, убивать там игрока, там игрока. Здесь убил, там убил и выиграл матч. Если хоть где-то вы провалитесь, вы становитесь бесполезным чемпионом. А с ледяными наростами, с которыми надо, конечно же, показать еще какой билд делается. Так, у нас здесь билд не будет правильно показан. Мы выйдем вот сюда, в айтем сет. Здесь должно быть еще вот они, айтем сет. Мы должны будем с вами собирать хекстэк ГЛП пушку. Это НЛП пушка по-русски. К ней же добавлять должны будем твин шэдоу. И дальнейшие предметы Жоня, войт став. Ну и можно уже там делать рободон. Тут как пожелаете. Главная фишка заключается в этом всем в том, что вы при помощи вот этого замедления, которое отсюда берется, увеличиваете вам ваше замедление на предметах, которые есть на АОЕ эффект. То есть вы замедляете не одну цель, а сразу несколько целей. Помимо этого, вы обязательно берете себе хантера. Здесь правда странно, что не того хантера предлагает. Вот, инжиниус хантера. На, ну тут повинрыт надо было отсортировать. Инжиниус хантера берете. И этот инжиниус хантер увеличивает кд. Уменьшает, прошу прощения, кд. На предметы, которые у вас есть активные в инвентаре. А это как раз таки и есть ваша НЛП пушка, ваша Твин Шэдоу. И вы постоянно можете замедлять противника. И вам будет дико легко попадать вашей Ешкой, то есть вашим Чармом противника. Ну и вашим другим союзникам. Будет легко их догонять, убивать. Ну и вы получаете такой наполовину саппорт, наполовину ассасин. А не чистый ассасин. Можно играть и через Электрокьют. Но винрейт от этого ваш, скорее всего, будет ниже, чем обычно. Самые тяжелые для нее чемпионы как раз, как были, так и остались. Это Мальзахар, Ксерат, потому что они ее вечно запушивают. Катарина, потому что в нее хрен попадешь. Талон и Зед должен быть здесь в списке, но почему-то Зеда нет. Талон, потому что тоже хрен попадешь. Идем дальше. Мальзахар. Его винрейт как раз таки увеличился. Потому что он является запушивающим чемпионом. Он в некотором роде является сильный контроль к контроль магам. А контроль маги на данный момент довольно высоко стоит по Элла. И Мальзахар чувствует себя прекрасно. Играть надо всегда его с пушинкой. Можно брать транс-тенденцию. Можно брать абсолют фокус. Я предлагаю все равно вам играть транс-тенденцию. Брать в экономической ветке ботинки либо Жоню. В зависимости от того, против кого вы стоите. Если ассасин, то лучше Жоню. Если нет ассасина, то ботинки. Вам все равно торопиться некуда. И стандартно покупаете Лудонсека. Покупаете Рулай. Которого Рулая добавляете Леандри. Войд став пораньше. Если там магическую защиту собирает. Если не собирает Рободон. Потом войд став. И вы неубиваемая машина. Которая спамит постоянно своих саплингов. И войдлингов. И они грызут, грызут, грызут и грызут оппонента. При этом Мальзахар всегда приятен. Был в комбинации с танками-лесниками. Которые могут потанковать какое-то время. Чтобы Мальзахару выигралось время подойти прокастовать. А вы помните, какие лесники сейчас у нас в топе. Если взять повыше Элла. Вы видите, почти ничего не поменялось. Но есть у нее небольшая проблема с Картусом и Зеллианом. Картус как лесник его может помучить. Но теоретически не так много их в игре присутствует. Талон, конечно же, его тоже убивает. Слишком уж мобильный чемпион. С Зэдом у вас все будет хорошо. Но зато с Велказом будет проблема. И я скажу сейчас почему. Велказ стал третьим мидлейнером. Который является одним из лучших мидлейнеров на данный момент. Это контроль маг. У которого очень большой рейндж заклинаний. Кто-то скажет, а как же Ксерат? Забавно, но Ксерат в меньшей степени опасность сейчас представляет. Нежели Велказ. Потому что у Велказа есть что? Правильно. Тру дамаг. Чистый урон. Когда вы настакиваете свою пассивку. Как она называется? Органический деконстракшн. Органическая деконструкция. Не знаю, как по-русски перевести. Вы начинаете добавлять своему урону. Тру дамаг. Чистый урон. И пробиваться через этих танков. Которые на саппортах, на топе, в лесу присутствуют. Ксерат же через них пробиться не способен. Плюс огромная мобильность чемпионов. Позволяет им ворваться в Ксерата. И там он встречается с такими бедами. Что у него не хватает заклинаний с ними справляться. У Велказа же хватает заклинаний. У него есть подкидывание. У него есть замедление. У него есть в конечном итоге ульта. Которая дает много урона. И тоже замедление. Билд очень похожий на Мальзахара. Это Лудон Сека. Только его ключевой второй предмет является Марло Номикон. А не Рулай. Дальше идет Рободон. И дальше Войт Став. Либо Жоня. Если вас пытается убить Жоня. Если вас никто не пытается убивать. Берите Войт Став. Рулай здесь есть конечно же. В добавочках. Чтобы каждое ваше заклинание накидывало замедление. И было больше кайта. Но могу посоветовать все же фулл билд делать вот именно такой. Без Рулай. Следующая. Линия. И это линия ребят Адекери. Интересно то что Адекери. У меня здесь подготовлена еще статистика. Я вам покажу. Адекери вообще знамениты тем. Что они доходят до Лэдгейма. И становятся монстрами. Средняя статистика продолжительности игры. На данный момент. Ван Ранкедзе. То есть в Нормальцах. 31 минута. Ну и снизу вверх. Как видите идем. С Айрона до Челленджера. Время 30 минут. До 26 с половиной минут. Без FF. Причем кстати разница с FF. Когда люди сдаются. Всего на одну минуту. Раньше было на 3 минуты. Разница что примечательна. Ранкед флекс это 5 на 5. Ну такой более серьезный подход к играм. Здесь FF чаще. Везде. Разрыв больше чем минута. Но при этом. По продолжительности. Игра идет там на каких-то 30 секунд дольше. Средняя продолжительность получается у нас. Как раз таки 30 минут игровых. И это во времени вроде не должно хватить. Чтобы Адекери раскормились. Но мы ответим на этот вопрос чуть дальше. Сначала давайте Абадекери. Номер 1 на данный момент. Это Джинкс. Она абсолютный номер 1. Играется через Леттл Темпа. Либо Флитфут Ворк. Если мы зайдем в Pro Builds. Увидим с вами что 55% винрейт у нее для профессионалов. И они некоторые играют в Флитфут Ворк. Чтобы было больше мобильности. И хороший отхил. Либо Леттл Темпа. Чтобы разгонялась Джинкс. И просто автоатаки были смертоносными у нее. Билд абсолютно стандартный. Age of Night. Рунан. И дальше там Фантом. Либо Rapid Fire Kennel. Где вы издалека добавляете рейндж в свои автоатаки. Макси здесь тоже по заглянаниям. Я думаю все вы прекрасно понимаете. Главная фишка. Почему Джинкс стала такой сильной. Это Вейн. Вейн. Которую она в общем-то побеждает почти всегда. Главные проблемы для нее. Всегда были и будут оставаться. Это Ассасин АДшники. Это получается Твич. Это получается Дрейвен. Ну в данном случае Дрейвена видите. Она побеждает. Потому что Дрейвен остался без хороших видимо инициативных чемпионов. Хотя не знаю почему винрейт у Дрейвена так резко упал. Вот на это я ответ найти не могу. Но Твич все еще для нее проблема. Баньте Твича. И вы станете Джинксой. Которая с двух автоатак будет убивать абсолютно всех. Идем к следующему. Адекерри. Это Севир. Она разогоняется очень быстро. Тоже играет сейчас через Леттл Темп. Играет так же как и Джинкс. Предметы примерно берет те же самые. Только разница заключается в том. Что она сначала собирает Эссенс Ривер. А потом уходит в криты. Для чего берется Эссенс Ривер. Добавить себе 20% КДР. Добавить себе те же самые криты 25%. Но это не так много. Для начала пойдет. А вот главный 20% КДР. И откат маны назад за каждую вашу автоатаку. Это круто для Севир. Она просто может бесконечно отпушивать линии. И никто не сможет ее продавить. Никто кроме тех же самых Ассасин АДшников. Это Вейн. Это Твич. Ну и Дрейвен. Только Дрейвен здесь хотя бы в нормальном винрейте висит. Переходим к еще одному АДшнику. Потому что я так быстро галопом по АДкере пробегаю. Чтобы просто показать какие они. А причину я... Она там впереди. Там три еще чемпиона у нас на роли саппорта. Вейн. Номер 3. Ну или номер 1. Для некоторых. У нее главная была раньше проблема. Она не могла отстоять линию. Потому что ее все мучили. Просто все. Главная ее проблема по винрейту. Видите Джинкс. Джинкс по-прежнему ее уничтожает. И именно за счет этого я думаю у Джинкс такой высокий прирост в винрейте. Потому что Вейн очень любит играть. Ее сейчас играет чуть ли не в каждой четвертой игре. 22% популярности у этого чемпиона. Из этого Джинкс поднялась в винрейте. Если хотите играть за Вейн. Баньте Джинкса. Иначе вы проиграете в пух и прах эту игру. У Джинкса нет проблем с твичом. Хотя они здесь отмечены. У нее проблемы с Дрейвеном. У нее проблемы с Тристаной. С Джинксой. А Эш ей может не дать нормально пофармиться. Потому что вы играете через пресс-д-атак. Ваша идея. Убиваете до керри оппонентов. Разрываете этих танков. Которых любят так собирать сейчас в лес и на топ противники. И за счет этого она выкручивается. Билд у нее совершенно другой. Он хит эффекты. Два предмета это Blade of the Ruining King. И конечно же Гуинс. А дальше вы добавляете уже криты. Крыты обязательно нужны в Вейн. Раньше я помню. Она даже QCS здесь собирала пропуская криты. А потом в Guardian Angel уходил. А потом еще в какой-нибудь Death Dance. И я на это смотрел и думал. А почему это вообще работает? Но раньше как ни странно это могло работать. Но после того как Phantom Dancer сделали предметом с щитком. Она начала его собирать. И поднялся ее винрейт до небывалых высот. Для нее до этого. Раньше я думаю. Если в 9.5 мы зайдем. Вейн все равно кстати 51%. Кстати любопытно. У нее винрейт не падает уже очень давно. Держится довольно крепенько Вейн. Но под раньше я имел ввиду почти 8 сезон. А не на протяжении этого 9 сезона. Так вот. Phantom Dancer дает вам криты. И игроки подумали. А почему тогда не добавить еще один крит предмет. И конечно же начали брать Infinity Age. Так как он усиливает ваши криты до 225% вместо 200. Ну и сам по себе предмет 80 AD. Это приличное число. Под вашей ультой у вас там чуть ли не 400 AD автоатака становится. Ну и вот теперь ответ на вопрос. Почему 3 гиперкерри. А это гиперкерри. Популярные так стали. И винрейт у них хороший. Хотя игра идет в среднем 30 минут. Усиление. Да, ребят. Arden Sensor саппорты в Solo Q жутко популярны. Я для разнообразия взял Noutilus. Ну вы видели на Solo Q много играл игр на Noutilus. Но сейчас я открою просто для вашего, как говорится, общего познания. Чтобы вы понимали. Сона, нами, Жанна, Тарик, Люкса даже с Arden Sensor. Зиллиан тоже с Arden Sensor. Сорака чуть ниже находится. Все эти чемпионы на данный момент жутко популярны. У них примерно одинаковый билд. То есть он почти не будет отличаться. Вот видите. Тут печеньки берут и Scorch. Сона берет себе Gathering Storm и ботинки. Ну, это разница гурмановская такая. Винрейты огромные. И вот эта вот синергия гиперкерри и Arden Sensor саппорта работает. Их победить может, конечно же. Огромное количество хук-чемпионов. Блицкранки, Наутилусы, Пайки. И жуткие сильные ability power чемпиона на ботлейне. Типа Зайры, Велкоза, Бранда. Бранд, правда, в меньшей степени. Потому что у него ослабили урон. Зайра все еще опасна. Ну и, конечно же, из-за этого Наутилус. Тот самый, которого я записал сюда в топ-3 саппортов. Он тоже в этом списке присутствует. У него, главное, есть тоже проблема. Это Моргана. Стариком он ничего сделать не может. Люкса на данный момент, которая играется через Aftershock. Никому не советую. Это очень слабый саппорт. Но профессиональные люксы, играть на ней неплохо. И эту статистику я видел на League of Graf. Не буду вам ее показывать. А то это видео будет длиться полтора часа. Так вот. Нами. Пушинка и экономическая ветка. Сона. Пушинка, экономическая ветка. И, конечно же, Наутилус. Зеленая ветка основная с Aftershock. Чтобы получать себе щиты. Ну и экономическая вторая ветка. Чтобы просто был отхил хоть какой-нибудь на линии. Вы его берете, бисквит. Это, в общем-то, только из-за этого и берется экономическая ветка. Если бы можно было бисквит взять где-то в другом месте. Брали бы, конечно же, другую совершенно ветку. По предметам Наутилус должен собирать Заки, Найт Вов и дальше там Локет. Можно Редемшн взять пораньше. Это не принципиально. Ну а Ардент Цензор Саппорты. На то они и Ардент Цензор Саппорты. Почему их так называют? Потому что они собирают первым предметом. Ардент Цензор. А потом уходит в Редемшн. И у Сона будет то же самое. Ардент Цензор. А потом будет уход в Редемшн. Здесь ботинки на Пинетру появились. Магическую. Но это не принципиально. Можно КДР ботинки брать. Можно брать на Пинетру магическую. Она именно поэтому, видите, берет Транстенденцию отсюда. А нами, кстати, тоже берет Транстенденцию отсюда. Но можно брать и Абсолют Фокус. Вот такой вот дурацкий топ. Не знаю, понравилось ли вам это видео или нет. Оно сделано в некотором роде на коленке. Хотя, все же, я ссылочки открыл. Вы их не открывали. Это я их открыл. В ленивые жопки. А я вот умный. Ладно. Я обещал. Я сделал. Я ухожу. Давайте. Всем пока. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если хотите еще больше таких видео. Патч завтра уже выходит 9.10. Сделаем видео по патчу 9.10. Примерно в таком же духе. Но кое-что там есть. Очень интересно. Обязательно заходите. Узнаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok